Ему посвящают песни, многие готовы преодолеть большие расстояния, чтобы полюбоваться им и насладиться его красотой. А еще его можно смело назвать главным сокровищем Владивостока. День моря отмечают сегодня во всем мире. И прежде всего в этот праздник специалисты стараются привлечь внимание общественности к экологическим проблемам морей и океанов. Вот собрали, это вчера здесь собрали. Вот это путь и все здесь собрали. В этом углу. Там вот собирают. И такое количество мусора каждый день собирают на набережной Цесаревича. Страшно представить, сколько его во всей акватории города. Так, собственноручно, горожане портят не только морской облик Владивостока, но загрязняют привычные места отдыха. Однако это лишь малая капля в море экологических проблем. Стойкий характерный запах и радужная пленка. Появление нефтяных пятен в море, к сожалению, уже стало традицией. Ежегодно во время купального сезона их замечают то в районе Шамары, то у берегов бухты Патрокл. Предположительно, пятна регулярно оставляют танкеры. Как поговаривают, с них, несмотря на запреты, сливают в воду мазут. А буквально на днях сотрудники Росприроднадзора выяснили, что основным источником загрязнения бухты Золотой Рог является река Объяснения. По словам специалистов, опасный след в море оставил и тайфун Лайон-Рог. Вся вода была желтая, во взвесе. Там было столько взвесей. Это же выносилось реками все сюда, в морский залив. Ишло дальше. Понимаете, что тут может быть жить? Скорее всего, много чего погибло при таком загрязнении. Теперь даже, когда оно уже все это осело, так, три дня назад, вода была, хоть и очистилась, вроде стала прозрачнее, но была желтой. Вчера она еще была мутной, сегодня просветлела. Смотрите, море само справляется немножко с этими делами. Пока еще справляется и при этом продолжает снабжать людей своими вкусными и полезными дарами. И речь не только о любимых всеми морепродуктах, таких как гребешок, креветка или спизула. Например, в школе биомедицины ДВФУ уже давно экспериментируют с продуктами на основе ламинарии, проще говоря, морской капусты. В списке желе, йогурт и соленые снеки и даже колбаса с ее добавлением. Японцы очень много употребляют морских водорослей. И могу сказать, что остров Окинава – это остров людей-долгожителей, благодаря тому, что они употребляют много морской травы. А недавно местные ученые создали морской шедевр. В его состав вместо привычных фундука или арахиса входят морские ежи, звезды и лимонник. Такой комплекс морских витаминов замедляет процессы старения и оказывает действие на метаболические процессы организма. Так этот шоколад повышает качество жизни и способствует долголетию. Ну и в результате такой шоколад завоевывает популярность с точки зрения, например, геронтологии, продления активного плодотворного долголетия у человека, поднимает энергетику у человека прежде всего и подавляет антигипоксидные процессы. Гидробионты, то есть ежи, живут глубоко в песке, обладая уникальной способностью существовать при остром недостатке кислорода. Дальневосточные ученые научились выделять из них вещество эхинофурил. Исследования показали, что оно действует и на человека. Например, тормозит воспалительные процессы в клетках. Изготовить такой продукт довольно сложно, поскольку получить вещества, которые в дальнейшем попадут в этот шоколад, очень трудоемкий процесс. Их содержание не больше, чем 1-2% на вес ежа. То есть вы можете себе представить, что ежей нужно очень много. Исследования морских природных соединений проводят в Институте ДВО РАН уже более 40 лет. На их основе созданы и успешно внедрены в практическую медицину многие лекарственные препараты и биологически активные добавки. И чтобы море и дальше дарило людям здоровье, необходимо сохранить чистоту акватории. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.